всем привет сегодня у нас в обзоре evanix blizzard s10 ну это конечно не совсем evanix blizzard s10 это ее первоначальная версия фирмы английской веблей потом evanix купили у них собственно чертежей и стали делать винтовку практически такую же но под своим брендом evanix и обозначили эту модель как blizzard s10 винтовка относится к бюджетному классу этой фирмы ну из особенностей могу сказать что именно конкретно на этой винтовке написано веблей вином вот у большинства винтовок blizzard s10 биатлонный стандартный взвод у а у этой же модели он болтовой то есть как у многих винтовок второй мировой маузеров и так далее вот винтовка в классическом деревянном ложе рисунок варьируется от случая к случаю но в основном он такой четкий красивый обработка дерева минимально это принципе позволяет вам расширить свои возможности фантазию полу самостоятельной обработки можно пропитать льняным маслом и так далее но мы не рекомендуем что-то делать потому что принципе все и так очень хорошо тем более за эту не очень большую сумму ну из характеристик основных конкретно эта винтовка длиной метр и три сантиметра и длина у нее ствола 502 миллиметра стволы здесь установлены английские barrel на 100 метров они дают очень хорошую кучность в принципе их они могут соперничать слоттер вальтер немецкими стволами вот и перегоняют многие корейские по поводу мощности этой винтовки ничего нового и сверхъестественного здесь нет но могу сказать что калибра 5 5 6 35 7 62 и 9 миллиметров в которых она выпускается они хорошо подходят для охоты и мощности там хватает за глаза вот по поводу конкретной этой винтовки могу сказать что она весит немного относительно своих габаритов это три килограмма 300 грамм в комплекте входит ну все как обычно и достаточно бедно это коробка с наполнителем два магазинчика которая сделана из титана очень прочно ну и тут или в пакетике стандартный штуцер без запасных колечек к сожалению и 2 магазин хочу отметить у современных иваниксов иногда даже и 2 магазина нет ну не конкретно у близзардов а вообще например там у новых снайперов вот особенно больших калибров предохранитель здесь стандартный флажковый не автоматический вот он здесь находится в углублении можно посмотреть он очень надежный не заедает не застапливается смазывать его не надо в принципе резервуар у винтовки 280 это ни много ни мало хватает особенно для вот этого калибра 5.5 который она представлена вот ну и собственно маркировка вебли вином почему еще раз мы рассказываем о именно как под близзардом и и минуем потому что вебли вином в россии очень плохо известно и мало кто вообще знает о такой фирме вебли поэтому собственно мы про нее и говорим а модератор в комплект не входит это не модератор это такой собственно надульник он отвинчивается там резьба если я не ошибаюсь стандартная 1 2 унф на нее кучу вариантов подходит модератор и от хатсана и от верауха сотова вот ну собственно вот она либо может быть конечно я ошибаюсь она очень крупная но прям примерно то же самое то есть затруднений в поиске модератора вы не увидите порт заправки скрыть за уплотнительным кольцом как у суматры вот вы собственно его делаете соосно с отверстием и накачиваете винтовку вот чем угодно насосом компрессором баллоном вот открытых прицельных как вы видите нет и в комплекте тоже поэтому вот есть ласточкин хвост все хорошо и оптимально подбираются кольца и ставится оптический прицел винтовка достаточно надежная достаточно популярная то есть близарды знают не только в россии но и в сша для американского рынка не представлялись вот и кстати советуем покупать их у нас как можно быстрее потому что их осталось мало но в охотник анет они еще есть спешим